Что сделал он? Что к нам дошло от взлетов, подвигов, мечтаний, от яростных упорных битв со льдами, с ветром в океане? Газеты! 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 Экстренные выпуски за 3 июля 1928 года! Дирижабль и Таллиан найден! Советский радиолюбитель принял радиограмму с потерпевшего крушения Дирижабля! Газеты! Газеты, господа! Газеты! Гондола с Нобеля выброшена на ледяную плыбу! Газеты! Газеты! Экстренные сообщения! Национальный герой Норвегии, неустрашимый полярный исследователь Роальд Амундсен, примет участие в спасении итальянской экспедиции! Газеты! Газеты! Здравствуйте! Разрешите представиться? Я газетчик. Вот уже 7 лет из своих неполных 15 я занимаюсь этим ремеслом. Между прочим, говорят, оно совершенно необходимо для начала карьеры миллионера или президента Соединенных Штатов Америки. Но, честно говоря, я не хочу быть ни тем, ни другим. Все наши мальчишки, мальчишки Норвегии, мечтают об опасных полярных походах, о северных сияниях, о незаходящем полярном солнце над бескрайними льдами. Знаете, кто мой любимый герой? Роальд Амундсен. Да, вот с тех пор, как я научился читать, а читать я научился через полгода, как стал торговать газетами, я не пропускаю ни одного сообщения, ни одной телеграммы о подвигах нашего великого соотечественника. Я прочел все, что он написал о своих путешествиях. Мне кажется, что никто в мире не знает историю Амундсена лучше меня. И вот поэтому мне очень хочется рассказать эту историю вам. Мы начнем с первого самостоятельного похода Амундсена, когда он на яхте Иоа прошел вдоль северных берегов Америки из Атлантического океана в Тихой. Был 1903 год. Да, простите, совсем забыл. Но прежде чем яхта Амундсена выйдет из гавани, я же должен представить вам участников этой экспедиции. Авантюра? Мошенничество? Я не желаю ничего слушать. Верните мне мои деньги немедленно. Это не участник экспедиции, просто фабрикант консервов. Он случайно затесался в нашу историю и имеет к экспедиции только то отношение, что Амундсен должен ему 30 тысяч крон. Уверяю вас, я пройду северо-западным проходом. Слышите? Слышите? Вот он сам, Роальд Амундсен. Сын судовладельца из Бергена. Он молод, полон сил и самых смелых планов. Уверяю вас, я пройду северо-западным проходом и верну вам все ваши деньги вместе с благодарностью Норвегии и всего человечества. Да-да, на одномачтовой яхте, там, где погибли отлично снаряженные экспедиции, целые эскадры. Господи, как я мог хоть на минуту поверить этому сумасшедшему? Верните мне мои деньги, слышите? Даю вам 24 часа. Завтра утром я прикажу конфисковать вашу яхту и все имущество, а вас упрячу в долговую тюрьму. Двадцать четыре часа. Что ж, вполне достаточно, чтобы оставить с носом этого мясника. Готфред? Я капитан. А это Готфред Хансен. Он уходит в плавание помощником начальника экспедиции. Кроме того, будет выполнять обязанности штурмана, геолога и фотографа. Мы должны уйти сегодня ночью. Завтра будет поздно. Приду, приди команду. Сбор в полночь на яхте. Пусть Риствит придет пораньше проверить мотор. Есть, капитан. А веселые завтра будут лица у твоих кредиторов, Руал. Особенно у этого, когда он на рассвете явится с полицейскими и судебным исполнителем. Да, теперь ему остается только молить Бога о благополучии нашего путешествия. В ту ночь, когда яхта Иоа должна была тайно покинуть берега Норвегии, шел проливной дождь. Самая подходящая погода, чтобы выходить в море, оставляя за кормой 30 тысяч крон долгую. Да еще долговую тюрьму в придачу. Рано смеяться, Хансен. Сначала надо уйти. Все собрались? Коха нет. Готфред, ты предупредил его? Предупредил, капитан, как всех. Не случилось ли с ним ничего? Кто-то идет. Он. Так сопить может только наш Хенрик. Линстрэм, ты? Я, ой, еле добрался с этим мешком. Ну и скорость была, как сказала черепаха, сорвавшись с обрыва. Вот дьявол на соседнем причале в столб врезался. Что, темно? Да кому-нибудь, может, и темно, а у меня в глазах такое сияние, фейерверк просто. Капитан, кого мы ждем? Если наших кредиторов, то бесполезно, они раньше утра не явятся. Вот старая лиса, тебя же ждали. Меня? Так я давно же здесь. Ну, значит, можно отправляться. Ну, конечно. Ехать так ехать, как сказал попугай, когда кошка потащила его за хвост. По местам стоять, со швартовых сниматься, отдать носовой, кормовой отдать. Рисферс, малый, вперед. Вперед. Прощай, норвегия. С рассветом погода исправилась. Дождь перестал. Роальд Амундсен и его команда миновали последний маяк и вышли в Северное море. При свежем попутном ветре на всех парусах Иоа неслась на запад, к берегам Гренландии. Мальчик! Мальчик! А? Что, сударь? Газеты. Ах, газеты! Да, сударь, конечно, газеты. Пожалуйста. Есть что-нибудь новенькое? Куча новостей, сударь. Вот получена радиограмма Нобеля. Он передает сигнал бедствия и сообщает. Никакого крова, кроме остатков Италии. Несколько человек ранены. А вот, посмотрите, сударь, сообщение из России. Советские ледоколы Малыгин и Красин готовятся к выходу на Шпицберген. Амундсен в интервью корреспонденту Норвежского телеграфного агентства выразил восхищение быстротой, с которой в СССР принимаются меры по оказанию помощи экспозиции Нобеля. Все газеты возьмете, сударь? Да, все. Спасибо, сударь. Спасибо, сударь. Извините, меня отвлекли. Ничего не поделаешь, такая работа. Но поспешим за яхтой Амундсена. Немногим более, чем через месяц, 24 июля 1903 года, она уже шла вдоль западных берегов Гренландии к северу. После остановки в Готтхауне, где на борт были приняты 20 новых пассажиров, но это были четвероногие друзья наши, собаки, Ийоа вошла в залив Мельвиля. Здесь почти все время сврепствовал шторм, и путь яхти преграждали громадные айсберги и плавучие льды. Миновав коварный и опасный залив, Ийоа снова повернула на запад, и вечером 22 августа бросила якорь в бухте Эребуса у острова Бичи. О чем задумался наш капитан? Ага, ты и Готтхер. Я капитан. Скучаем? Нет, не то. Что делает команда? Почти все легли спать. Трудный был переход сегодня. Устали. Садись. Который час теперь? Десять, без четверти. Капитан. Давай помолчим, Готтфорд. Мы подошли к священной земле. На берегах этой бухты была последняя известная зимовка Франклина. Сколько раз в детстве я мечтал о встрече с этой землей. Мне было лет 14, когда в мои руки случайно попали книги о путешествиях прославленного англичанина, сэра Джона Франклина. Тогда и решилась моя судьба. Ах, сэр Джон Франклин! Из всех храбрых великобританцев, которые четыре столетия подряд тщетно пытались овладеть северо-западным проходом, никого не было храбрее его. Я закрываю глаза и вижу пышно снаряженную эскадру. Она входит в эту гавань и становится на якорь. От флагманского судна отделяется шлюпка. Сэр Джон хочет высадиться на берег. Хансен, видишь там на гребне силуэты крестов? Это могилы. Тут цинга в первый раз показала им свой страшный лик и унесла несколько жизней. Когда на следующий год вскрылись льды, корабли снова вышли в море. Они ушли туда, на запад, к смерти. Из 134 человек в живых не осталось ни одного. Кто это? Я капитан. Хенрих, ты... Что ты так тяжело вздыхаешь? Жалко, сэра Джона, жалко. Ну... Ну-ну, успокойся. Ну, жалко. Ты же мужчина, Хенрих, викинг. Да, викинг. Все равно жалко. Ничего. Завтра сойдем на берег, отдадим салюты и вперед. Туда, где до нас не проходил ни один корабль. Господа, господа вечерние газеты, покупайте вечерние газеты. Сегодня, 11 июня 1928 года, вы уже будете знать то, что весь мир узнает только завтра. Газеты, сюда газеты, подробности об итальянской экспедиции. С группой Нобеле установлена постоянная связь по радио. Судьба остальных членов экипажа неизвестна. Газеты, газеты. Амундсен вместе с летчиком Гильбо полетит разыскивать их на французском аэрослане Лазан. Господа газеты. Господа газеты. Ой, каждый день столько новостей об Амундсене и обо всем хочется рассказать вам. Просто боюсь запутаться. Ведь мы еще не закончили рассказ о первом плавании Амундсена. Но ничего, я даю вам честное слово, новости от нас не уйдут. Я оставляю себе по экземпляру каждой газеты. Поэтому сейчас мы с вами спокойно можем вернуться на яхту к Руальду Амундсену. Руальду Амундсену. Руальду Амундсену. Руальду Амундсену. Как в мешке. Ничего не видно. Где мы? Черт его знает, блядь. Целые сутки уже ни звезд, ни солнца. И компас словно узбеки. Полисто-магнитный ряд. Прямо по курсу земля. Наконец-то. По карте здесь островок. Ничего себе островок. Посмотрите, капитан, ни вправо, ни влево берегу конца не видно. Вот это и называется открывать новые пути, Хэндрик. Ханссон, право руля. Держись вдоль берега, нанесенного на карту. Есть, капитан. Барометр падает. На лоте 42 фута. Ветер свежает, а при такой видимости, да еще свежий ветер в корму. 30 футов на лоте. Вот-вот, самое последнее дело. Что же ты предлагаешь? Может, встать на якоре у берега. Глубина уменьшается. На лоте 25 футов. Право руля. Может, обойдем. Правее. Еще правее. Ханссон. 18 футов. Право на борт. Есть. Лунт. Гофрид. Травить грота шкоты. Есть, капитан. Стоп, машина. Сели все-таки. Кажется, основательного дьявола. Не расстраивайтесь, капитан. Бог мне вытащит, свинья не съест. Подождем прилива. Да? На камнях при таком ветре? Ничего не поделаешь. Придется посидеть, отдохнуть. Как сказала лиса, угодив в капкан. А по правде сказать, капитан, роскошная плава. Все, что хочешь. Любимый милый ветер, резкая волна, туман, дождь. Полный набор для жаждущих приключений, страданий и славы. Себя-то ты, конечно, не относишь к их числу. Нет, капитан. Я скромный человек, и мне не хочется менять профессию безвестного кока на профессию прославленного утопленника. Я предпочитаю кормить команду телячьими бифштексами, чем рыб своей собственной персоной. Линстерок. Это уже шторм. Будем сниматься. Есть, капитан. Линстрепс. Я. Приготовьсь помпы на случай пробоины. Есть. Черт возьми, до помп дела дошло. Господи, господи, сотвори чудо. Господи, сотвори чудо и не допусти, чтобы нам пришлось писать их дело. Что ты там вормочешь? Ничего, капитан. Это я беседую с Всевышним. Прошу, чтобы он назначил нам свидание на другой раз. Руал, надо что-то решать. Шлюпки на воду. Погрузить продовольствие. Оружие, патроны. Продовольствие. А не рискнуть ли нам, капитан, что если несколько тонн палубного груза... Господи, продовольствие. Все равно пойдет ко дну только вместе с нами. Сам я не могу этого решить. Все слышали? Согласны, капитан. Согласны, капитан. Палубный груз за борт. О, вот, капитан. Теперь только на тебя одного нагрежда. Волна! Бит! Господи, господи. Спаси, помилуй. Спаси, помилуй. Болу-болу. Спаси, помилуй. Господи, спаси, помилуй. Ха-ха-ха. От любого другого, более громоздкого судна Остались бы тогда одни щепки Но маленькая и легкая яхта С честью вышла из этого сурового испытания Огромная волна Ну, та, которая, казалось, несет гибель Подхватила и перенесла отважный корабль через рифы Приближалась зима Льды наступали Двигаться становилось все опаснее И вот 12 сентября 1903 года Ийоа вошла в бухту Здесь ей предстояло провести два долгих года Извините, пожалуйста, простите, я прерву свой рассказ Ну, скопилось так много новостей Хотите узнать самую главную из них? Тогда поспешим на вокзал в Осло Слышите, слышите, сколько народу пришло проводить великого полярного исследователя Сегодня он уезжает в Берген Туда прилетит из Франции аппарат Гильбо На котором Руальд Амундсен отправится на поиски экспедиции Нобеля Господин Амундсен Господин Амундсен Господин Амундсен Несколько слов для Бергенского листка Газеты ваших земляков Слушаю вас Не так давно вы заявили, что навсегда оставляете деятельность полярника Так ли это? Это правда Я считаю свою карьеру исследователя законченной И говорю об этом без сожаления Мне дано было выполнить все, что я хотел И тем не менее вы снова отправляетесь в царство льдов В далекие рискованные путешествия Людей настигла беда за работой В которой я считаюсь одним из немногих специалистов Им нужна помощь, которую я могу оказать Этим сказано все Господин Амундсен Широко известно о вашей ссоре с генералом Нобеля После совместного трансполярного полета На дирижабле Норвегии Из Европы через Северный полюс в Америку Вы считали тогда, что этот человек пытался похитить у вас Честь руководителя вашего беспримерного перелета А теперь вы летите спасать его Значит ли это, что вы простили Нобеля все обиды? В моем возрасте не так просто меняют убеждения и прощают обиды Но не в этом дело Я думаю, что теперь Нобеля нуждается в моей помощи гораздо больше, чем в моем прощении Благодарю вас И последний вопрос, господин Амундсен После своего первого полярного полета в 1925 году Вы писали, что аэроплан весьма ненадежный прибор для полярных путешествий Почему же сейчас вы отправляетесь в поиски именно на аэроплане? Могу повторить вам еще раз Мы летим, чтобы помочь людям, попавшим в беду Помощь нужна именно сейчас, когда в моем распоряжении есть аэроплан Извините, поезд уже отправляется Я должен проститься с друзьями Благодарю вас, господин Амундсен Счастливого пути Благодарю вас Счастливого пути До свидания, возвращайся с Каней Спасибо, друзья Спасибо, друзья Счастливо, до свидания До свидания До скорой встречи Уехал Теперь будем ждать сообщения о его новом подвиге Который он обязательно совершит Да я уверен, он спасет итальянцев Уж такой это человек, наш Амундсен Вот вы сами увидите А пока Но чем мы с вами остановились? Ах, да Яхта Ийоа Вошла в бухту Где ей предстояло провести два долгих года Там уже построены жилища Помещения для научных наблюдений А запасы продовольствия Постоянно пополняются мясом оленей Вон они снова появились Да, 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 да Ну уж на этот раз и я поохочусь Хансен, готовьте упряжку Мы за лыжами сбегаем Что же вы стоите, Хансен? Вам сегодня не хочется охотиться на оленей? Только не на этих Почему? Они о двух ногах, эти оленей Что? А вы взгляните в бинокль, капитан Ну-ка, ну-ка Верно Пять человек Эскимосы? Ну и зрение у вас, Хансен Антон, Хедрик Скорей назад, эскимосы Что? Где? Кто? Мы ни слова на их языке Что же нам делать, руал? Они, кажется, вооружены Луки, копья Да, с североамериканскими эскимосами Не всегда можно шутить Как же это на их языке? Как же Тэй-то Что? Тэй Тэй-ма Тэй-ма А что это такое? Тэй-ма Это приветствие, которым мы можем их встретить По эскимоске это что-то вроде Самого сердечного здравствуйте Тэй-ма 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 Не слышат Ну, я не такой дурак, чтобы надеяться на эту тэй-му Кто знает, что у них на уме? Пойду-ка я лучше за ружьем, вернее будет Да, пожалуй Всем взять ружья А я пойду к ним навстречу Нужно еще два человека Кто со мной? Я Я Осмотрите карабины Готфрод и ты, Линстром, останетесь здесь Хорошо Следите за каждым их движением В случае чего открывайте заградительный огонь Прикройте наше отступление Осторожней, Ролл Смотри, капитан Эскимосы остановились Достают Луки Заряжай Рассыпались цепью И бегут к нам Да, дело принимает скверный оборот Может быть, попробовать еще раз? Что? Опустите ружья Тэй-ма Тэй-ма Они Тэй-ма Бросили Луки Бросайте винтовки Пошли Они, кажется, рады еще больше нас Руал, ты был похож на великого полководца А оказался великим дипломатом и мудрецом Слава Богу А не угостить ли нам? Конечно Сейчас Ну Тэй-ма Кости дорогие Милости прошу Прошу, господа Прошу Тэй-ма Вот, вот именно, дорогой Совершенно верно ты говоришь Конечно Лучше Тэй-ма Чем это вот Пиф-па Тэй-ма После этой встречи эскимосы перекочевали в бухту, где стояла яхта Быстро подружились они с белыми людьми Помогали им во время санных походов к северному магнитному полюсу Амундсен выезжал туда несколько раз, чтобы точно определить местоположение его Шло время Наступил новый 1904 год Лед в бухте так и не вскрылся Лето было очень короткое И экспедиция была вынуждена остаться на вторую зимовку Только Еще через год В 1905 году в августе Амундсен и его товарищи простились со своими друзьями-эскимосами И яхта Июа покинула бухту Которая теперь навеки получила ее имя Бухта Июа Впереди лежал самый трудный, самый неизведанный участок пути Три недели, три недели полные волнений, Амундсен нисходил с капитанского мостика И вот, наконец, 25 августа 1905 года Парус! Капитан, я вижу парус! Правда, парус! Ура! Ура! Был прекрасный солнечный день Большая и удивительно блестящая зыбь ласково поднимала и опускала яхту И Июа на всех парусах легко скользила по воде Это двухмачтовая китобойная шхуна Хотел бы я знать, откуда они, кто такие? Поднять флаг Норвегии Есть, капитан! Потускнел Выцвел наш флаг Да И хотелось бы мне знать Что они подумают, когда они идут? Что они подумают, что у нас очень красивый флаг? Наверное, американцы Они англичане С яхты спустили шлюпку И скоро Амундсен и его товарищи Уже поднимались на борт шхуны Чарльз Хансон из Сан-Франциско К ним навстречу вышел седой человек Это был капитан Джемс Маккен Вы капитан Амундсен? Да Но откуда вы знаете о нас? Слава о герое бежит впереди него Скажите, это первое встреченное вами судно? Да Капитан Амундсен Я чрезвычайно счастлив Что мне первому из людей Выпала честь поздравить вас Со счастливым проходом Северо-западным путем Поздравляю вас, друзья мои Ура! Ура! Да подождите! Да подождите! Да вы что вы? Вы раздавите меня! Вы что? Подождите! Я сказал все! Все газеты проданы! Ну вот же у тебя! Вот же газеты! Ну это... Это у меня единственный экземпляр остался Я его не продам Это мой Ну ладно! Ладно! Если вы так хотите Я прочитаю вам Читаю! 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 Ну слушайте! Читаю! 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 Он вылетел Вчера, 18 июня 1928 года Руальд Амундсен На аэроплане французского летчика Гильбо Вылетел из Тронце на Шпицберген Вместе с Амундсеном Его соратник по первому полярному полету 1925 года Норвежский летчик Лайф Дитриксон На борту самолета Медикаменты и все необходимое Для потерпевших крушения итальянцев Есть предположение Что Амундсен попытается разыскать Затерявшуюся во льдах Вторую группу экспедиции Нобеля О судьбе которой До сих пор никто ничего не знал Ну вот и все Ну вот и все Вы понимаете Это противостое замечание Ну и работка Только знай Поворачивайся За пять минут ни одной газеты Зато теперь я До вечера свободен И могу рассказать вам дальше В августе 1905 года Северо-западный проход Был открыт Теперь Амундсен Решил повторить попытку Нансена Продрейфовать с полярным течением По ледовитому океану И открыть Северный полюс Сам Нансен горячо поддерживал Этот план И предоставил Амундсену Свой прославленный корабль Фрам Ну вот В сентябре 1909 года Ну когда почти все Уже было готово К отправлению Пришла весть Американец Роберт Пири Открыл Северный полюс Обидно Черт возьми Как обидно Я ведь работал Как каторжный Вы же знаете Нансен В этой экспедиции Сейчас вся моя жизнь Да, это конечно удар для тебя, Руал Но утешайся тем Что это все равно Победа человек Да дело совсем не в моих переживаниях Я от души поздравил Пири с победой Дело в том, что Кредиторов словно подменили Теперь все они спрашивают Что мне там делать на севере Ведь полюс открыт Да Теперь их кошельки для тебя закрыты Да, но ведь я же им объяснил То, что Пири несколько часов Пробыл на полюсе Не вызывает никаких изменений В моей программе Цели моей экспедиции Исключительно научные И далеки от стремления Ставить какие бы то ни было рекорды Дорогой мой Руал Но им-то нужен был именно рекорд Когда расставщик жертвует деньги Для твоих экспедиций Для него это выгодная сделка Он считает, что хорошо поместил капитал Потому что каждая его крона В гуле сенсаций, в грохоте рекордов Начинает звенеть особенно чистым звоном Сиять неотразимым блеском твоей славы Блеском славы Норвегии Наконец Это верные проценты Что бы с тобой ни случилось Ты даже можешь погибнуть во льдах А он Он все равно свое получит Говоря откровенно Твоя гибель для него даже выгодна Шуму больше Да Да, я здорово попался У меня есть судно И оборудование для научных исследований Но нет ни крошки с ясных припасов А мне нужен запас на пять лет Единственная ценность Из которой я могу извлечь еще некоторое количество денег Мой дом Но хватит ли этого? Нет Нет, не хватит Я прикидывал уже Если его отдать под залог То продовольствие можно будет закупить В лучшем случае года на два Ну а что я смогу сделать за два года? Если я не верну себе славу первооткрывателя Мне больше не получить их поддержки Два года Два года А что если... И вот В летнюю ночь 1910 года Фрам в третий раз покинул берега Норвегии На этот раз экспедицию возглавлял Амундсен А вел судно капитан Нильсон По плану Фрам должен был, обогнув Южную Америку, подняться на север Выйти через пролив Беринга в Ледовитый океан И там начать свой дрейф Через месяц Минуя берега Португалии Фрам приближался к своей последней остановке К острову Мадейра Ой, ну и жарище Да, что и говорить В этом климате норвежцу Да еще с твоей комплекцией, Хенрик, тяжко Ой, как тяжко Слушай, капитан Ты не знаешь, зачем мы везем на полюс этот дворец? Как зачем? Ну, Амундсен уже объяснял Это дом для наблюдений Ну, брось заливать Не знаю я, что ли, как он строится Этот дом для наблюдений Только, чтобы от ветра укрыться А тут тройные стены, двойной пол и потолок Десять коек внутри Плита, стол И еще новенькая клеенка на столе Ну, что тут особенного, подумаешь? Как, 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 что особенно? Как что особенно? Ну, я еще могу понять, что им хочется наблюдать в тепле Это я понимаю Но клеенка на столе Это уж я никак не возьму в толк Слушай, отстань Иди сюда Иди сюда Их ты, псида Что? Жарко? Ну что, Финкс, сердитый у нас, капитан Сердитый? Правильно Ну, иди, иди на место Но я все-таки ничего не понимаю Неужели нельзя было купить такие же доски в Сан-Франциско А собаки? Ответил Ну что, ну опять сердишься? Объяснил бы лучше толком Ничего спросить нельзя, мудрецы Ну ладно, ладно, иди, иди Мудрецы Замучили меня вопросами Целый месяц уже Зачем? Почему? Сказать я ничего не могу Да, Нильсон Хранить тайны неприятно и нелегко Особенно от друзей Но надо пока молчать Во всяком случае до нашего выхода с Мадейра А что, если команда будет против? Рискованно Риск, конечно, есть Но сейчас все равно ничего не изменишь Потерпи немного Завтра Мадейра Там я скажу о нашем новом плане всем О, Мадейра Прекрасный остров Только жарковато Зато, зато в этом отеле для туристов Прекрасный стол Судя по тебе, вина там еще более прекрасная А какие здесь фрукты, ребята? Особенно вот эти Как их? Вроде бомбы с хвостом Ананасы, что ли? Во-во Голючие, правда, немного И губы щиплит с непривычки Но зато запах Да, на льдине такое увидишь Разве только во сне Так что запоминайте Сегодня уходим Прощай, Мадейра Экипаж на борту, Нельсон Да Погрузка закончена Ремонт тоже Кто-нибудь из посторонних на борту не остался? Нет, никого Ну что ж Соберите команду на палубе Есть А зачем нас собрали? Сейчас скажут Друзья мои Через два часа мы выходим Покидая Мадейру Мы покидаем весь цивилизованный мир И надолго теряем всякую связь с ним Поэтому я обязан Прежде чем мы поднимем якорь Сообщить вам об изменениях В нашем маршруте После чего каждый из вас Сам будет решать Остаться ли ему на борту Фрама Или Всем кто пожелает вернуться Будет выдано жалование И куплен билет на ближайший рейс до Норвегии Вы знаете Судьбе было угодно распорядиться так Что не мы с вами открыли Северный полюс Эта предпоследняя великая задача На пути полярных исследований Уже выполнена Предпоследняя, говорю я Ибо осталась еще одна Не менее великая и славная цель Вот там, на юге Сияют созвездия Которые до сих пор Еще ни одному человеку Не суждено было увидеть У себя над головой Я решил идти К южному полюсу Готовы ли вы пойти со мной? Как мы сами-то не догадались Спасибо, друзья Я не сомневался в вас Но все же пусть каждый ответит за себя Хансен? Да Вистинг? Да Бьелан? Да Да Бьелан? Да Продолжение следует... Вот он, значит, какой южный полюс. Просто равнина, кругом равнина. Тишина, даже эхо нет. А всё равно торжественно. Скажите, Амунсен, о чём вы думаете сейчас? Сегодня мы все запишем ваши слова в дневники. Что вам сказать? Путешествие закончено. Если бы я сказал сейчас, что стою, наконец, у цели своей жизни, это было бы уж слишком явной выдумкой. Область вокруг Северного полюса... Да что ж там? Нет, сам Северный полюс с детства притягивал меня. И вот теперь я очутился на Южном полюсе. Можно ли представить себе что-нибудь более противоположное? Впрочем, это не важно. Я поздравляю вас. Вы все отличные парни. И я люблю вас. Вот флаг, Руал. Норвегия смотрит на тебя сейчас. И весь мир тоже. Держи. Мир и Норвегия смотрят сейчас на всех нас, друзья. Мы вместе рисковали жизнью на этом пути. Вместе делили и горе, и радости. Вместе мы должны и водрузить наш флаг. Это единственный способ, каким я могу здесь, на этом пустынном и заброшенном месте, отблагодарить вас. Ваши руки. Итак, сегодня, 14 декабря 1911 года, в первый раз и первыми мы выдружаем тебя, любимый флаг, на Южном полюсе и даем равнине, на которой он находится, имя равнина короля Гакона. Субтитры создавал DimaTorzok Газеты, утренние газеты, газеты, утренние газеты, последние новости об экспедиции дирижабля Италия. Нобеле, шведским летчикам снят с Альдины. Советский ледокол Красин приближается к оставшимся на Альдине. Газеты, газеты, утренние газеты. Вы знаете, по-моему, что-то случилось. Что-то случилось с Амунсоном. В сегодняшних газетах телеграмма и вот... Мальчик! Да, да, сударь. Газеты, газеты, чёрт побери. Ах, газеты. Пожалуйста, какую вам, сударь? Все, все. Пожалуйста. Что они тут ещё придумали, эти щелкопёры? Ну-ка. Так. Ага. Вот. Вот, полюбуйтесь. Амунсен пропал без вести. Ни больше, ни меньше. Пропал без вести. Песоки. Тромсе, 21 июня 1928 года. Получена радиограмма об исчезновении Амунсена. Он вылетел из Тромсе в понедельник. До сих пор вестей нет. Хм, вестей нет. Подумаешь, уж сразу и пропал. Ух, вороньё проклятое. А я узнал вас, сударь. Что? Вы Хенрих Линстрим? Да. Кок с яхты Амунсена, да? Да, да, верно, верно, малыш. Подожди. Ты видишь, чего придумали? Без вести пропал. Вот народ. Чего они тут ещё наплели? А вот, смотрите, вот здесь. Подожди, подожди. Ага. Военный министр Норвегии поручил правительственному пароходу Михаил Сарс, находящемуся около острова Медвежий, отправиться на восток к 30-му меридиану для розыска самолёта Латам, на котором вылетел Амунсен. Ну, чего ты уставился на меня? Чего замолчал? Кричи, кричи громче. Последнее известие. Страшно интересное известие. Пропал без вести. Амунсен пропал. Не буду, не буду, не буду, не буду кричать. Ну, 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 чего ты, чего ты обиделся, малыш? Я люблю его. Я не верю. Я не верю. Ну, 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 успокойся. Ты же мужчина, малыш. Викинг. Ну, 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 да. Викинг. А всё равно не верю. Не верю. Я тоже не верю, малыш. Только вот пишут. Пишут. Вот. Жив ли Руал Амунсен? Этот вопрос задаёт себе сейчас каждый. Нельзя забывать, что на этот раз он изменил своему основному принципу, отправляясь в путешествие предварительно испытать средства передвижения. Амунсен, Амунсен. Ему нужно было спешить на помощь пострадавшим. Если при вынужденном спуске посадка произошла в море, гибель доблестного полярного исследователя весьма вероятна. Ну вот здесь, ну вы же видите, вот здесь написано, вот. Вот, имея при себе шлюпку и всё необходимое снаряжение, Амунсен не мог быть сломлен под тяжестью выпавших на его долю испытаний. Его несокружимая энергия, настойчивость и умение выходить победителем из самых трудных положений полярной обстановки служат тому порукой. Ну вот, вы же видите, вы же видите. Дай мне газету. Конечно, конечно, малыш. Ну как-то, как-то. Вот, подожди, подожди, я сам. Несокружимая энергия, настойчивость и умение выходить победителем. Ну конечно, малыш, конечно. Ведь это с кем угодно могло случиться, верно? Ну конечно. Только не с нашим валом. Ты правильно делаешь, малыш, не верь. Не верь, я тоже не верю. Ну ладно, да-да, я ни за что не буду верить. А вы знаете, Линдстрем, можно я так вас буду называть? Ну конечно, малыш. Я один раз видел Амунсена. Да? Совсем близко. Вот как у вас сейчас. Даже разговаривал с ним. Ну? Честное слово, правда. Так-то я, конечно, никогда бы не осмелился. Профессия моя помогла. На прошлой неделе, перед самым его отъездом в Берген, я повстречался с ним. В тот вечер Амунсен был в театре. На афишах было написано «Пергюнд», сочинение Генриха Ипсена, музыка Эдварда Грига. Я оставил по одному экземпляр всех вечерних газет и долго, долго ждал у подъезда. Музыка Эдварда Грига Когда кончилось представление и публика выходила из театра, я отошел за афишную тумбу и стал ждать Амунсена. Скоро я увидел его. Он шел с каким-то господином, и они разговаривали. Да, конечно, красивые легенды. Да. Вы знаете, Руал, я сейчас подумал, что у вас очень много общего с Пергюнтом. Но только я не понимаю ни Пергюнта, ни вас. Почему вы все время уходите? Что вы там ищете в этих неведомых странах? Зачем все это? Но вы не первый задаете мне этот вопрос. Когда они поравнялись с афишной тумбой, я вышел из своего укрытия и протянул Амунсуну пачку газет. Простите, сударь. Вот. Вот. Возьмите, пожалуйста. Это для вас. Что такое? Тебе что-нибудь нужно, мальчик? Нет. Нет, нет. Ничего не нужно. Только возьмите, пожалуйста, вот эти газеты. Ну зачем, мальчик? Так это же сегодняшние вечерние газеты. Самые свежие. Здесь самые последние телеграммы об экспедиции Нобеля. Я знаю, вы полетите туда. Я подумал... Ну вот, вот здесь. Вот смотрите. Здесь точно указаны координаты. 81-й градус северной широты, 25-й градус восточный. Может, вам понадобится это? А? Господин Амунсен. Вы простите, я хотел помочь вам. Я думал, что это вам поможет. Я... Конечно, поможет, мальчик. Конечно. Правда? Ну а как же. Спасибо тебе. Но ты кто? Я норвежец. Господин Амунсен. Возвращайтесь скорее. Я торгую здесь газетами. Буду оставлять для вас все свежие номера. Я оставлю вам все газеты, где будут писать о вашем полете. Возвращайтесь скорее. Ладно? Я буду вас ждать. Счастливого пути, господин Амунсен. Да, мне часто задавали этот вопрос. Для чего? Зачем? Странно, но всегда будет трудно ответить. Вы видели, какие были глаза у этого мальчишки? Господи! Да ведь только для того, чтобы у мальчишек были такие вот глаза. Газеты, газеты, господа, вечерние газеты. Телеграммы из Тромсе. В пятницу, в пятницу 31 августа, в 7 часов 45 минут утра, пароход Брод нашел в море, в 10 милях на северо-запад от Торгсвагена, поплавок от гидроплана. На поплавке латунная табличка с надписью «Латам». Газеты, вечерние газеты. Покупайте газеты, господа. Большая статья, посвященная памяти великого норвежца Руальда Амундсена. Он погиб геройской и прекрасной смертью, отправившись на помощь людям, которые попали в беду. Амундсен всегда шел вперед, только вперед, не зная отступлений, не ведая неудач. Он был первым, кто прошел северо-западным путем. Он был первым, кто предпринял исследования Арктики на аэроплане и дирижабле. Он был первым, кто перелетел в Северный полюс. Он был первым исследователем, совершившим кругосветное плавание в водах Ледовитого океана. Он был первым путешественником, совершившим плавание вокруг Антарктического континента. Он открыл Южный полюс. Многие исследователи сочли бы себя счастливыми, если бы им удалось благополучно завершить хотя бы один из замыслов Амундсена. Он совершил все, что поставил своей целью. КОНЕЦ КОНЕЦ